Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале, и если честно, идея к съёмке этого ролика мне пришла буквально полчаса назад, так обычно ко мне и приходят идеи, но явно не за полчаса. В общем, я решила сделать уборку в своём телефоне и увидела у себя АСК. Помните, то самое приложение, которое было актуально, наверное, лет пять назад, ну, лично для меня, я там постоянно отвечала на какие-то вопросы, тогда ещё впервые влюбилась, специально отвечала на вопросы, потому что знала, что этот чел следит за мной в АСКе, в общем, это был капец. И тут я вспомнила, что как бы старые ролики на своём канале я смотрела, старые переписки я вроде бы читала и показывала в своём инстаграме, не кстати, вы видите сейчас на своих экранах, обязательно подписывайтесь, всё старьё я с вами смотрела, даже посылки из прошлого распаковывала. А вот свой старый АСК, где я писала такую дичь, я не читала, и я подумала, блин, а почему нужно обязательно снять это видео, что, собственно говоря, я сейчас и собралась делать, точнее, уже делаю. Снимаю для вас видос, где буду читать свои старые ответы на вопросы в АСКе, причём там есть и видео, и переписки, и скриншоты, и всё личное, что я не стеснялась туда выкладывать, поэтому запасайтесь печеньками, вкусным чаем, мои дорогие. И мне будет, конечно, очень стыдно, очень-очень стыдно, но я прочитаю вам всё с самого начала, сейчас я, наверное, минут 15, не отрываясь, листала АСК вниз и долистала до самого конца, 5 лет назад я начала его вести. А сейчас я, естественно, не могу получить к нему доступ, потому что я не знаю, к чему привязан этот аккаунт, хотя у меня в этой маске даже галочка стоит, чтобы вы понимали, но я не могу войти в этот аккаунт, и сейчас вообще с кофты левого профиля вот только зарегистрировалась, зашла в свой оригинальный аккаунт, куда я теперь не могу получить доступ, поэтому буду читать со стороны. Я хочу пожелать вам приятного просмотра, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Подписываемся на мой канал, кто до сих пор этого не сделал, нажимаем на красную кнопочку и превращаем её магией подписки на мой канал в серую. Но уж теперь мы точно можем начинать. Читаем кринж, поехали! Повторюсь ещё раз, я листала свой АСК до самого конца, наверное, минут 15, отвечала на вопросы я 5 лет назад. Сначала тут скучная банальная фигня, потом начинается самая жесть, поэтому я устану это всё читать, но будет очень весело. Погнали! Первое, что мне написали в АСКе, соответственно. Видео классные, да и сама ты классная девчонка. Я написала спасибо. В чём сила? В уме и в воспитании. Что нужно знать абсолютно всем? Я снимаю видео на YouTube. Ну это так, чтобы прям весь мир чисто узнал, я снимаю ролики на YouTube. Кстати, чтобы вы понимали, на момент ведения АСКа у меня даже не было 150 тысяч подписчиков на канале. Стало бы раздавать лишние деньги. Лишних денег не бывает. Тут, да, я полностью согласна, лишних денег не бывает, а даже если такое происходит, отчасти эти деньги можно разыграть или отдать близким. Что, собственно, я и делаю. Какие правила должны соблюдать твои гости? Не шариться в моих вещах. Вот это я реально честно ненавидела, когда шарятся в моих вещах. Это, наверное, моё самое нелюбимое, когда ко мне приходили друзья. Я такие, вау, можно я у тебя в ящиках посмотрю, что лежит? У меня было много канцелярий всегда, там всяких подделок из резинок, поэтому все всегда чисто просили посмотреть, что у меня в ящиках. А я ненавидела это. Какая твоя любимая настольная игра? Монополия. Тут по сей день, да, моя любимая настольная игра это Монополия, она у меня вон тут даже в ящике лежит. Твоя любимая шоколадка, Аленка с глазурью внутри, обожала этот шоколад реально. На данный момент мой любимый шоколад это Макс Фан с мармеладом. Дальше. Как дела? Нормально, немного переживаю за своего любимого друга. Чего? Это я, типа, вопрос такой задала? Понятно. А почему я всегда вопросительные знаки писала? Что за херня, смотрите? Привет, моя любимая зайка, может познакомимся? Иди в зад. Это я подстегнула, типа, что с вопроса на вопрос или чё? Дальше. Го мне фактики. Это я давала факты какой-то девочке, с которой общалась. Какая-то еще моя знакомая попросила факты, я написала, что мне лень. Дальше. Ты видела своего парня в реальной жизни? Нет. Это я, видимо, еще не улюбилась. А какого хрена у меня вопросы после каждого ответа? Типа, блин, что за бред? Дальше листаем, ничего интересного. Можете, если что, поставить на паузу, прочитать. Какой напиток самый невкусный? Палпи. Я просто терпеть не могла Палпи. Вот этот апельсиновый напиток, фу, меня прям вымораживало. Дальше еще я давала кому-то факты. Попросили ссылку на мой канал, я дала на очень старый ролик с неудачными дублями. Листаем дальше неинтересно. О, что тебя окружает? Запиши видео. Смотрим видео. В данный момент меня окружает красивая квартира в Санкт-Петербурге. Вот вид из окна. Мне кажется, вам не будет интересно смотреть. Вид из окна. Меня окружает квартира. Вот. Я отвечаю на вопрос в Санкт-Петербурге. И моя сестра с подругой тусуются в комнате. Концерт идет у них. Куколок. Привет. Я не знаю, увидели вы меня или нет. Короче, понятно. Это первый и последний раз в жизни, когда я была в Питере. Охренеть. Вы прикиньте, ребят. Почему я раньше не читала Аск на камеру? Окей, дальше. Что тебе хочется поменять? Внешность. Внешность. Что? Что за бред? Какой подарок ты запомнишь на всю жизнь? Любовь. Вот тут по факту. Что бы ты никогда не надела? Валенки. В каком городе ты сейчас находишься? Я в ресторане. В Питере. Далее. Скрин моих важных. О, вот. Аккаунт Макс Пряников. Так раньше был записан мальчик, который мне нравился. Он был у меня на первом месте влажных. Ой, нет. Не на первом месте. На третьем месте. Дальше. Без чего твоя жизнь превратилась? Влюбилась бы в пытку. Моя жизнь пытка без его взгляда. Чего? Ребят, что за херня? Моя жизнь пытка без его взгляда. Это типа, а, ну да, раз я с ним уже начала общаться, то да, все. Начинается, мои дорогие. Самое интересное. Почему у влюбленных бабочки в животе? Погнали, ребят. Карина Аркелян влюбилась. Потому что, когда влюбляешься, ты ничего не замечаешь. Тебе на все пофиг. Ты проходишь мимо него и думаешь, ну посмотри на меня. Скажи что-либо. Но нет, он не посмотрел. И ты понимаешь, что ему абсолютно пофиг. Что ты ему безразлична. Но ты пытаешься. И проходя мимо иногда, он смотрит и думает, отвалишь ты когда-то? Нет. Потому что люблю. И когда вижу его, словно бабочки в животе. А потом, как в песне. Понимаешь, что он тебя не любит и не хочет знать. И бабочки в животе сразу умирают. Зная, что шансов больше нет. Боже мой, это что за романтика во мне проснулся? Как бы спросили, почему у влюбленного бабочки в животе? А я какую-то херню написала. Ну типа, это явно не ответ. Что за фигня? Продолжаем дальше. Что вызывает у тебя приятные мурашки по коже? Его взгляд. Ну все, началось. Сколько за жизнь у тебя было лучших подруг? И сколько их сейчас? Было две, теперь одна. Тут я, по-моему, общалась с девочкой Лизой. И это был тот самый момент, когда я поссорилась с моей лучшей подругой Ариной. И в этот момент, как бы, я поняла, что у меня есть другая лучшая подруга. Хотя мы продолжаем теперь общаться только с Ариной. Дальше. В каком городе ты живешь? Челябинск, естественно. Какой чай самый вкусный? С виноградом. Тут согласна. Чай с виноградом очень вкусный. Дальше. Привет. Нравится ли тебе кто-то? Привет. Уже говорила. Да, но не ожидала, что она кажется красивой конфеткой с лезвием внутри. А почему я везде пишу вопросительный знак, ребят? Что за херня? Я не помню, чтобы я это отвечала. Клянусь, я сейчас вот впервые, типа, вместе с вами перечитываю свой аск. Погнали дальше. Госкрин диалогов. Он любит тебя. Аха-ха-ха-ха-ха. На-на-на. Понятно. Короче, нифига тут интересного. Сфоткай твое место для съемок видео. Вот, ребят, посмотрите на эту фотографию, чтобы вы понимали. Это я из распечаток на листе А2, по-моему, своими руками сделала фон, на котором снимала ролики. Но он настолько маленький был, что на фоне было только мое лицо, поэтому ролики я снимала очень близко. Это капец. И еще вот этот штативчик, видите, стоит. Это для крепления планшета. Я же тогда еще на камеру не снимала. Прикиньте, сколько лет живет любовь. Нет знака бесконечность, поэтому один секстиллион я написала. Ну, я не знаю. Многие, кстати, говорят, что на данный момент, ну, большинство людей, любовь живет три года. Ну, вот и проверим. Мы с молодым человеком встречаемся сейчас уже четыре месяца. Вот посмотрим, живет ли любовь три года. Любовь живет бесконечно, только если любовь взаимная. Вот тут согласно, тут мне написали тоже. Дальше листаем какую-то хрень. Можете поставить на паузу прочитать. Очень много информации обо мне. У тебя есть цель? Да, сиди и молчи, никому о ней не говори. Люди мрази, понимаешь? Они заберут твою мечту сразу же, когда узнают о ней. Они сделают все, чтобы ты перестал верить и ждать. А ты на зло им всем сиди, добивайся, молчи и верь. Представляешь их перекошенные лица, когда ты получишь то, о чем мечтал. Нифига себе, я нормально мыслила. Меня же тогда нормальненько так принижали за то, что я начала снимать ролики. И все мне говорили, что у тебя нихера не получится, поэтому у меня было вот такое мышление. О чем же ты думаешь? Ненавижу это чувство, когда кажется, что если сам будешь звонить или писать, то можешь надоесть человеку. А если этого делать не будешь, то может он только этого и ждет. А ты сейчас просто возьмешь и испортишь все своим молчанием. Офигеть! Ну я не тупая так-то была, блин. Нравится кто-то? У всех есть такой человек, которому ты заходишь на страничку и знаешь, что у него нет ничего нового. Ни фотографий, ни заметок, ничего. Но ты все равно каждый раз заходишь, потому что этот человек важен для тебя. Охренеть! Я вот тогда влюбилась, когда в этого Влада, в мальчика... Да, не задавайте вопросу, почему он во ВКонтакте был записан как Макс. Он любил записываться вообще другими именами и фамилиями. Вот, я когда в него влюбилась, я реально каждую миллисекунду заходила на его профиль. И даже если там была какая-то бессмысленная музыка, я ее переслушала, наверное, раз по 40. Фотография какая-то, взятая из интернета, тоже раз по 100. Он играл в CSGO на тот момент, типа какие-то скриншоты из CS-ки. Я типа пыталась вникнуть, может быть там что-то интересное есть. Это капец. Ну как ты, я тебя люблю. Никак, ведь я тебя 100% не люблю. Да. Ну что ли, ставим дальше, тут ничего интересного. Дальше по скрин сообщений, тут скриншот сообщений. Макса Пряникова, естественно, я замазала. У меня, посмотрите, какая убогая аватарка на тот момент была. Типа что-то черно-белое, замазанное, заблюренное. Офигеть. О, гоновую фоточку. Это я с бывшей знакомой девочкой со школы. Такая вот я пи*** была. С чокером на шее, который я плела сама. Ну блин, посмотрите чисто на мое лицо. Это капец. Я прям такая малолеточка тут. Дальше. Скрин переписок. О, с Максом Пряниковым такой эмодзи. Я тогда очень сильно влюбилась. Вот прям, я помню эту аватарку. Эту фотку я делала на свадьбе у своей тети. Когда я была в туалете у окна, как я смотрела в окно. И я реально на свадьбе отошла в туалет послушать музыку на заключительных аккордах. Мой космос падает на землю, станет чужой игрой. Давай на миг предположим, что рано или поздно полноточу станет пустотой. Короче, я такую херню прям слушала сопливую. Это капец. Дальше. Помнишь, мы кидались сливами в потолок? О, да. Роксана, скучаю по тебе. Офигеть, это моя двоюродная сестра, что ли, Васки была? Охренеть, мы сейчас с ней вообще не общаемся. Она меня даже с моим 17-летием не поздравила. Интересно, хоть на 18 лет вспомнит о том, что как бы мы с ней очень много времени вместе проводили. Кто самая красивая? Правильно, наша Кариночка. Ну, не смущайте меня. Боже мой, какой кошмар. Уже нарядила ёлку? Нет, я не хочу наряжать ёлку всей семьёй. Это крики, скандалы. Куда ты вешаешь? Оно по цвету не подходит. Откуда у тебя растут руки? Аккуратно, это же стекло. Он здесь не гармонирует, ты не видишь? В итоге собака завалила ёлку. А, я поняла, это не я умная. Это цитата во Вконтакте, типа, группа была нормальная такая, где я сама себе задавала вопросы и, исходя от этих вопросов, отвечала под цитаты, которые я там находила. Или под вот такие вот высказывания. Охренеть. Веришь в то, что тот, кто тебе нравится, может полюбить тебя? Нет, тот, кто по-настоящему тебя любит, он видит, каким разбитым ты можешь быть, как у тебя часто меняется настроение, как тяжело с тобой находить общий язык, но всё равно хочет, чтобы ты присутствовал в её жизни. Да, тоже я украла из какой-то группы. Но как бы тут я с этой Кариной, которая писала это пять лет назад, хочу поспорить, потому что как бы, чтобы этот человек понимал, ты должна хотя бы с ним общаться. А мы на тот момент только переписывались. Поэтому, Карин, странное у тебя мышление было, конечно. Дорогая, что ты хочешь на Новый год? Мозги. Боже мой! Спалилась! Продолжаем. Что вызывает у тебя панику? Прости, я написала ему. Он мне нравится. У тебя нет шансов. А это реально было, блин! Какие цвета в одежде ты предпочитаешь? Чёрный, белый, синий, зелёный? Ой, вот насчёт белого, синего и зелёного я бы поспорила. А чёрный по сей день мой любимый цвет. Какое слово вызывает на твоём лице улыбку? Здрасте! Ой, это мне писал Влад! И типа вот эти фотки он мне скидывал. Вот такие вот ржачные. Капец. О, скрин диалогов. О, я уже общалась нормальненько так с Максом Топряниковым. Отправила ему какую-то фотку, которую он не прочитал. О, ещё один скриншот диалогов. Объясни ему, что ты мне... Походу, я там и написала, что ты мне нравишься. Типа, капец. Нет, но я ему написала, типа, ты мне нравишься, наверное, в первый же день. А вот дальше я уже постоянно ему об этом писала. Капец. Дальше какие-то убогие фотки, опять же. О, давай фоточку с ёлочкой. Вот такие вот профессиональные фотографии я делала. Как вам, дорогие мои? Го скрин диалогов. Тут почему-то фотки не прогружаются, но если их открыть, типа, можно посмотреть. Дальше скрин диалогов. О, он мне пожелал спокойной ночи со скобочкой. Го скрин важных. О, Макс Пряников у нас уже на первом месте. Скрин личных сообщений опять. Дальше я ему отправила троиточие. Опять скрин диалогов. Он написал, ах, какой звук вызывает у тебя наибольшее раздражение, когда пилят ногти. Да-да-да, я тоже не люблю. Скрин диалогов пофиг. Смотрела у братья с друзей 2015 года? Если да, то напиши свои чувства. О, это фильм с блогерами, по-моему. Да. Смотрела, причем в кинотеатре. Очень прикольный фильм, но смысла я в нем не увидела. Захватывающие и есть противные моменты. Советую посмотреть. Фильм относится к ужастикам. Да, но это не помню с блогерами или нет, ребят. Напишите ниже в комментариях, а то я забыла. Какое первое твое чувство было, когда ты выложила свое первое видео на YouTube? Каждую секунду смотрела, сколько просмотров. Да, я прям помню этот момент. Я реально прям сидела и смотрела. Кейн, любую видеозапись. Ну-ка. Выходи, Дед Мороз. Я вышел. Что тебе надо, мой старчик? Мне какой-нибудь пояс надо. Капец, Полина малышка была, ребят. Прям малышка-малышка. Полин! Быстрее сядь сюда за камеру. Я тебе кое-что покажу. Выходи, Дед Мороз. Я вышел. Что тебе надо, мастерчик? Мне какой-нибудь пояс надо. Ну не малышка. Капец, да? Это что? Это ты. Прикинь, я свой аз к листаю. Просто с ума сойти можно. Ты хоть помнишь это видео? Нет. Я тоже не помнила, пока не увидела. Продолжи. То чувство, когда ты админ группы Марьяны Ро. Чё? Я не была админом группы Марьяны Ро. Это я, видимо, с какого-то другого аккаунта скриншот скинула. Чё за херня? Что делаешь? Я отправила фотку. Угу. Взятую из интернета. Угу. Конечно. Так я и пила Старбокс. У нас даже Старбокса не было в Челябинске. Такая я, конечно, пизд... Гони скрин диалогов. На. Так, ну теперь интересно, чё там с кем переписка. Ой. С ним даже не было никаких переписок. А, вот. Макс Пряников я написала. Хорошо. Дальше. Факты обо мне писали. Какие-нибудь самые красивые сигны, которые тебе когда-либо делали. Да, красивая сигна. Дальше. Скрин диалогов. Вот. Арина, моя лучшая подруга, писала. Чё хочешь над Рейсли, не деньгами. Там мальчик, которому я нравилась, призвал гулять. Ааа. Ну, ничего интересного. Дальше. Какая твоя любимая фраза? Одна фраза, её знают только близкие друзья. Я не хочу её говорить. А так, what? Друзья поймут, чё? Даже я не поняла. Скрин диалогов. Это всё, это я специальные скриншоты выкладывала. Прости меня. Короче-ка, это хрень. Ну-ка, ладно, диалоги посмотрим. Я тебе шоколадку в школе дал, ты меня обняла, и я такой иду. Ааа, я помню. Я мальчику понравилась, он меня шоколадками каждый день задаривал. Вот, а я его отшила потом. Скрин блокировки экрана телефона. Угу, ничего интересного. Так, ну всё, тут дальше какая-то фигня. Скрины, скрины, скрины. Тут много видосов всяких. Хотела ли ты уйти с ютуба? Да, и не один раз. Мне неприятно слышать оскорбления в мой адрес, но это не важно. Важно то, что в моих видео нет изюминки. Я обычно снимаю, и я не знаю, как я добилась такой аудитории. Скорее всего, мне придётся уйти. Знаю, я снимаю ради удовольствия, но это перешагивает все границы. И вот эта фотка. Что за херня, ребят, ну это чисто не я. Я не помню этого, типа, блин, я, ну я не могла этого написать. Ну, это понятно, что я так написала, но это, наверное, было просто так, повыпендривалось. Но я никогда, клянусь вам на серьёз, не думала уйти с ютуба. Я никогда не думала, типа, реально взять и уйти с ютуба. 56-я фотка из моей галереи, а ну посмотрим. О, это я 4000 фотографий решила удалить. Посмотрите, какая я там была, если приблизить. Такая прям с милированными волосами, с халатиком таким. Ну, блин, симпатичная милая девочка, реально. И постоянно моду была вот так вот фоткаться, рукой лицо закрывать. Ну-ка, факты, которые я себе писала, это хрень. Выложи своё утреннее селфи, а ну-ка. Ой, какая я малышка тут, это капец. И я ещё любила, блин, вот под такие красивые рубашки надевать яркий лифчик. Чё за позор, посмотрите, аж просвечивает. Под рубашкой розовый лифак. Блин, как вам такая, Карина? Реально, я тут прям малышка-малышка ещё даже брови не выщипывала. Офигеть, а ну-ка скажите, вообще я поменялась или не поменялась? Шок. Продолжаем. Ага, ты ещё скажи, что пацаны тебе портреты рисуют, не ври. Ах-ха-ха, конечно, я ничего не говорю, но... И меня реально тут пацан нарисовал, вот которому я нравилась. Капец, прикольная фотка. Го-скрин своих музык. Какая-то хрень неизвестная. Скрин фотоплёнки. О, тут уже поинтересней, а ну-ка. Ой, фотки со школы, видеозаписи, которые я в жизни не посмотрю больше, потому что у меня к ним нет доступа. Фотографии. Офигеть, блин, я как будто бы в те времена вернулась и сейчас смотрю такую свою фотоплёнку, как будто бы в прямом эфире, типа. Офигеть, капец, я там малышка, посмотрите, с подружками, с наушниками. Прям такая девочка-девочка. Чем-то ещё красила волосы тоникой, краской, хной, мелками. Го-скрин диалогов. Господи, боже мой, какой кошмар. Ну, я думаю, вы увидели, да? Дальше. Го-скрин диалогов. Это я, по-моему, уже с Максом Пряниковым не переписывалась. Мы то ли посрались как-то, то ли чё. Господи, какую хрень я писала, смотрите. Брось Дениса позже. Ладно, прям сейчас. ВК зайди, зайчонок. Это я, типа, считала, что я смешно пишу или что? А ну-ка, окей, дальше. Привет, Карина, я обожаю твои ролики. Скажи, с помощью какого приложения ты монтируешь? Sony Vegas Pro 13 7 Movie. Это у меня ещё даже Мака не было. О, вот переписка с Максом Пряниковым. Улыбочка. Постоянно скриншоты диалогов выкладывала, чтобы он обратил внимание. О, пролистай фотоплёнку с закрытыми глазами и ткни на рандомное фото. Кинь его сюда. Ой, это мы с девочками со всеми сфоткались. Посмотрите прям. Ну, я, естественно, на полу лица фотку сделала, как обычно. Вот. Ну, и симпатичная фотография, прикольная. О, это я с бабушкой. Мой настоящий друг детства, это моя бабушка. Да, посмотрите, какая я тут малышка. Капец. Так, дальше скриншоты. Кинь текст своей любимой песни. ЛСП, Оксимирон, Безумие. Пообщаемся лично, я не против. Тут мне уже пишут факты. Это вы всё, ребят, можете поставить на паузу, прочитать. Тут до сих пор переписка с Максом Пряниковым. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во, ребят. Госкрин фотоплёнки. На тот момент у меня было 90 тысяч подписчиков на Ютубе. Чтобы вы понимали, прикиньте, какие у меня были фотки. Охренеть. 85 тысяч, 87. Это тогда у меня резкий рост начался подписчиков на канале. Охренеть. Ну-ка дальше. Сколько времени достаточно общаться, чтобы предложить встречаться? Как минимум месяц. Ага, мы с Русом увиделись, блин, наверное, раза три и уже поняли, что мы в отношениях. Чисто созданы друг для друга. Дальше опять диалоги, всякая хрень. Но там выше уже будет поинтересней. Меньше хмурься, больше улыбайся. У тебя улыбка прекрасная. Это я, по-моему, даже сама себе писала. Ой, это девочка Ання Кузнецова. Когда мне Влад сообщил, что ему симпатично, как бы, Аня, другая девочка из его класса, я начала к ней подлизываться, как бы, чтобы узнать вообще, какая она. Начала быть на неё похожей. Это была моя ошибка. Вот, и тут у меня попросили скрин диалогов, и тут она мне пишет, типа, Мы ни разу не гуляли. Я ей постоянно про него вопросы, типа, задавала. Типа, вы гуляли? А как у вас там что было? То есть у меня вот так вот прям до такого доходило. Дальше видосы прям должны быть угарные. Когда листала, на это внимание обратила. Привет, Кариночка, выбери любого человека в ВК, и если у тебя новая версия, то кинь с ним последние фото, которые ты ему кидала. Ой, да, это у меня переписка с Владом. Он мне кидал какие-то мемы, ржачные фотки. Я кидала фотку лучшей подруге, как и на велосипеде летом гоняла. Понятно. Фотку. Это я фотку со двора в Челябинске выложила. Тут ещё прям с моей обувью, типа, я такая сижу, ноги в окно высунув. О! Годиалоги. Макс Пряников. Спокойной ночи. Это я ему поцелуйчики уже сердечками слала, как вы видите. Киндик с любимой песней. В забытом падике, дом возле садика, парнишка в адлике, с утра на панике, чувство манекен. Уже забытый кент, пацанчик в паблике, и дымается. Короче, я такие сопли слушала, это капец. Так, чуть-чуть ещё полистаем, поржём. Скучаю по тебе я тоже. О, фотка моих родителей. Фотка моего парня, это зайчик. А, у нас тогда был мем. А, вот, Владос. Охренеть, я зашла на его аккаунт. Что запоминающего себя сегодня было? Два года назад. Это я в Москве жила, это уже не про меня. Прогулочка с милой дамой. Есть девушка, даже несколько. Признаешься, сразу влюбив человеку, который нравится. Конечно, как только понравится, так сразу и признаюсь, что первым замерзает на морозе мой дружок. Так, понятно, ладно. Фотки. Вот такие вот фотки у меня были, где я вообще лицо своё не фоткала. Вот, скрин моей фотоплёнки. Это, чтобы вы понимали, я тогда фанатела по Халберам. Я их обожала смотреть. Вот у Влада Беренича и Серёжу Халлуса. Открываем фотку. Тут у меня фотка Серёжи Халлуса, как вы видите. Я уверена, кто-то из моих подписчиков обязательно скинет ему это в директ. Ну, или хотя бы выложит какой-то паблик. Серёжа Халлус, знай, я тебя обожаю. Вот, просто обожаю тебя. И вот эта твоя фотка мне очень-очень сильно нравилась. Ты прям такой там красавчик. В тот момент я их реально обожала смотреть. О, пятое фото в телефоне. Так, это не моя фотография. Фотка онлайн, это был пожар в каком-то доме, когда я жила на даче. Фотка озера, фотка моего нового айфона. У меня всегда были новые модели айфонов, вот честно вам скажу. С фоткой сейчас вот такая вот я была с тёмно-серо-бура зелёными волосами. Такой вот у меня был стиль в одежде. Скрин диалогов с Максом Пряниковым я уже соскучилась, то есть я ему уже и такое писала. О, гофоток в Сочи. Я немного страшненькая? Вопрос. Офигеть, посмотрите, какие фотки у меня были. Сисек вообще не было. И комплексов по поводу моей фигуры не было. Блин, такие фотки прикольные все. Круто. Слабо ли я тебе сделать скрин всех твоих видео? Было трудно? Наслаждайтесь моими поротными лицами. Офигеть. Тут скриншот из всех моих роликов. Вау, очень круто. Но это делала не я, конечно. А какая-то то ли подписчица, то ли ещё кто-то. В годе есть фактов о себе. Обожаю запах мытых полов в подъездах. Часто обижаюсь на людей, но не говорю им об этом. Я довольно агрессивный человек. Люблю ставить длинные и сложные пароли. Постоянно сижу во Вконтакте. У меня есть фобия. Я ненавижу маленькие раны в одном месте. Трипофобия. Посидение она у меня. Люблю людей, которые уделяют внимание. Если такого нет, то, соответственно, я не буду отвечать взаимностью. А, я буду отвечать взаимностью. Очень часто слежу за своей внешностью. Я просто обожаю Ютуб. И я сладкоежка. И вот такая вот фотка. Блин, красиво. У меня там уже сиськи начали расти. Так, ещё одна фотка. Я тут худышка такая. Как вам такая фотография? Красотка. Ага, ага, ага. Ещё фотка. Фотка с моей подругой. О, видос. Кинь видео, как ты гуляешь. Я очень любила хулиганить. Как вы могли обратить внимание, да, на это? Ты с девочкой, с которой раньше дружила, общалась по видеосвязи. Офигеть, мы там такие маленькие. Надо скриншот сделать. Так, о, давай фото онлайн. Вот такая вот я красивая тут. И тут тоже с подругой. И тут с прыщом на подбородке. Тут с подругой. Фотка, что вокруг. О, тут уже поинтересней. О, тут у меня уже прошла моя первая фан-встреча с Катей Тян, с блогершей. Прикиньте, как давно мы знакомы в Челябинске. Она, по-моему, жила в Магнитогорске на этот момент. Мы провели совместную фан-встречу. Очень круто. У меня остались фотки. Надо сделать скриншот, ей отправить. Прикольно. О, это фотка онлайн с Дошираком. Над чем-то смеялась в последний раз. Наткнулась на аск левой девочки, где какая-то девочка выложила мою фотку и написала, ищу парня, ведь я такая красотка. Дальше, о, видос онлайн. Короче, у девочек тут палаточный лагерь. Девочки, можно я вас тут сфоткую? Вы очень красиво, красиво смотритесь. У вас тут лагерь палаточный, да? Да. Прикольно. Долго вы тут? Да. Мною долго. Давайте я вас сфоткаю. Прикиньте сейчас, если среди этих детей есть кто-то, кто знает, что вот я выложила это куда-то, что я блогер там и еще что-то. Прикольно. Так, ну и все, в принципе. О, это я на ночевке у подруги. Лика, что мы делаем? Местер, да? Нет, неправильно. Два часа ночи мы смотрим Халберов. Это кто? Это кто? А кто ты себя называешь? Я вас к выложу. Ой, у меня нет, это кто-то. Да? А, понятно. На самом деле, очень интересное видео. Как называется? Бонтанная голова. На самом деле, они просто в начале видео допустили серьезную ошибку. Давайте включим. Да нет, слишком долго. Короче, в начале они написали вонтанная голова, а не ватная. Ну, в начале как бы там все правильно, потом... Господи, как я обожала Халберов. Ну, вы поняли, да? Я прям на все обращала внимание. Как бы это капец. О, это Элаки все свои тестила. Вот такая вот фотография есть. Скрин звонков. Фотка моего папы. Фотка моей мамы. О, это я ходила на Холли Фест, где я вся в этой краске. Офигеть. Фотография онлайн, где я в примерочной такая красотка. Еще одна фотка онлайн. Еще одна фотка онлайн. Ну, как бы вы, ребятки, поняли. Очень много всего интересного у меня было в Аске. Вот еще вот такая фотка есть. Вот такая фотка есть. О, тут у меня уже стукнуло 150 тысяч подписчиков на канале. Вот. Это вот так вот я питалась. Ну, это я угорала, конечно. Хотя нет, я помню, я это съела реально по-серьезски. Ой, господи. Пила себе холодный кофе, пила. Так вот я начала краситься. Вот тут я себе очень нравлюсь. Такая милашечка прям. Сделаю скриншот. Ну, короче, тут дальше уже всякая фигня. Вот еще одна фотка. Это я уже начала подрастать. Снимать более качественный контент. Это я с бывшей девочкой, с которой общалась. Лизна Кузнецова, опять той же компанией подружек, с которыми я общалась из класса Влада. Это с цветами, которые подарили моей бабушке. Сделала фотку. Это я скинула, кто у меня был в друзьях из блогеров. Это я со своей лучшей подругой. Не буду этот видос показывать. Можете его найти в этом Аске. Там вообще угар, где мы искали Влада. Ну, в общем, ребятки мои. Ой, это я с трусами. На этом, пожалуй, завершу обзор Аска. И, возможно, когда-нибудь сниму вторую часть. Пролистаю резко вот так вот наверх. Если что, вот мой Аск. Кому интересно, можете там чисто зайти, полистать, что я туда выкладывала. Но, повторюсь, что к этому Аску у меня доступа сейчас нет. Ничего нового я туда выкладывать не смогу, потому что я не могу туда зайти. То есть вы можете даже не писать туда никакие вопросы, потому что я этого не прочитаю. Что вам больше всего из ответов на вопросы из фотографий, из видосов понравилось в этом Аске? Пишите мне ниже в комментариях. Мне лично все. Мне было очень интересно это все перечитывать, вспоминать. И я говорю вам большое спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Кто досмотрел это видео до самого конца и даже сейчас его смотрит, кидайте вот этот эмодзи мне в директ в инстаграме. И я буду делать вам сигны, видеоприветики, подписываться на вас и лайкать ваши аккаунты. Знаю, что есть ребятки, которые никогда поняли, что я перестала читать Аск, вышли и не досматривают ролик до конца. А что есть те, кто прям до самого-самого конца досмотрит. Поэтому этот эмодзи все кидаем мне в директ. А я говорю вам большое спасибо, что досмотрели этот ролик. С вами была Карина Аркелян. Какие ролики еще вы хотите видеть у меня на канале, пишите тоже ниже в комментариях. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok